Глубоко уважаемые коллеги! 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 Пандемия COVID-19 как непосредственно, так и как следствие социальной изоляции, ограничения передвижения, разрушения системы здравоохранения или работы под невероятными нагрузками угрожает привести к огромному увеличению потребности в реабилитации для людей с ограниченными возможностями. И только тщательной оценкой или наша реабилитационная диагностика, индивидуальный прогрессивный план лечения реабилитационного, наша программа реабилитации, в котором основное внимание уделяется функционированию, инвалидности и возвращению к участию в жизни общества помогут каждому пациенту максимизировать свою жизнедеятельность и качество жизни. Многое из того, что было опубликовано на данный момент и касалось реабилитации при COVID-19, основано на мнении экспертов, но не на непосредственном наблюдении за фактическими историями болезни пациентов. Многие из ранних работ пришли из Китая и Италии, потому что эти страны получили максимальную нагрузку и имели наиболее ранний опыт применения реабилитации при COVID-19. Они могут потенциально обеспечить понимание долгосрочных результатов и текущих потребностей. Всемирная организация здравоохранения, профессиональные реабилитационные организации разрабатывают, разработали руководство по клинической практике неотложной помощи для пациентов с COVID-19. Касается это в том числе и реабилитации. По-прежнему некоторые авторы делают выводы на основании истории болезни реабилитационных потребностей пациентов с аналогичными COVID-19 состояниями, но настолько, насколько об этом можно говорить, такими как тяжелый острый респираторный синдром SARS, ближневосточный респираторный синдром MERS, это состояние, вызванное коронавирусными инфекциями, которые были в 2002 и в 2015 году зарегистрированы. Ну, сепсис из числа тех, кому требуется отделение интенсивной терапии, уход, вспомогательная механическая вентиляция по каким-то другим причинам. Ну, это понятно, это нормально, мы действительно базируемся на том опыте, который был получен ранее. Кахрейновское сообщество и его реабилитационная группа очень серьезным образом занимаются доказательностью тех данных, которые сейчас получены по реабилитации при COVID-19. Вы видите на экране фотографию профессора Стефана Негрини, нашего большого друга и специалиста, который возглавляет Кахрейновскую реабилитационную группу. Он говорит о необходимости применения принципов доказательной медицины, в том числе и в отношении реабилитации при COVID-19. И вот какие статьи, какие публикации рассматривает Кахрейновская группа. Здесь приведены публикации март-апрель 2020 года. То есть мы изучаем очень свежую литературу, потому что более старой литературы по COVID-19 просто не существует. Но обратите внимание, сейчас уже появляются систематические обзоры. Вот первый появился в самом конце апреля. Практические рекомендации в конце марта 4, к концу апреля 7, сейчас уже безусловно больше. Вот как раз здесь скриншот того самого систематического обзора по реабилитации при COVID-19. Респираторная реабилитация у пожилых пациентов с COVID-19. Открытое, рандомизированное, контролируемое исследование. 72 пациента. Когда вы будете потом просматривать, вы можете на QR-код навести, и будут полные ссылки на эту статью. Технологии реабилитации, которые в этой статье обсуждаются. Шестинедельная программа реабилитации с дыхательной тренировкой, упражнением для кашля, диафрагмальным дыханием, упражнением на растяжкой мышц, домашнее упражнение и так далее. Выводы. Шестинедельная респираторная реабилитация может улучшить дыхательную функцию, качество жизни, тревожность у пожилых пациентов с COVID-19. Три момента в реабилитации после COVID-19 очень важны. Они обсуждаются во всей литературе, которая этого касается. Это обобщенные характеристики самих пациентов, какие сопутствующие заболевания, и как влияет вирус на систему организма, на когнитивную психическую составляющую. Организационные мероприятия при планировании реабилитации, стационары, амбулаторная реабилитация, безусловные кадровые вопросы. И, собственно, рекомендации по реабилитации в отношении физической терапии, эрготерапии, логопедической реабилитации. В отношении восстановления дыхания, прежде всего, респираторная реабилитация, обсуждается восстановление движения, восстановление толерантности, восстановление функционирования. Очень важные моменты, которые практически просматриваются во всех публикациях, касающихся COVID-19 и реабилитации при COVID-19. Очень важный момент, который накладывает определенные требования, красные флажки в отношении реабилитации при COVID-19. Они касаются, конечно, толерантности, но они в огромной степени касаются противоэпидемических, соблюдения противоэпидемических мероприятий, даже на этапе реабилитации второго и третьего этапа. Даже после того, как наш пациент уже продемонстрировал не один отрицательный результат ПЦР и даже уже имеет антитела. Посмотрите, пожалуйста, как долго сохраняется опасность заражения других людей, особенно для тяжелых пациентов. Это очень важный момент, и даже, подчеркну, если пациенты уже продемонстрировали отрицательные результаты проб на COVID-19, все равно есть ограничения, очень важные ограничения. Они касаются запрета на групповые занятия, прежде всего. Они касаются соблюдения традиционных мер, это дистанция, ну и многое-многое, о чем можно будет специально прочесть. Сопутствующие заболевания, прямое повреждение легких от COVID-19 и повреждение других органов и систем являются важными факторами, которые необходимо учитывать при разработке плана реабилитации пациентов, выздоравливающих после COVID. Посмотрите, какие основные сопутствующие состояния пациентов являются наиболее частыми. Вы здесь найдете в том числе и злокачественное новообразование. По данной международной литературе порядка 6%. Выжившие нуждаются в длительной реабилитации с большей вероятностью, это будут пациенты старшей возрастной категории, и будут иметь уже сопутствующие заболевания, которые могут влиять на реабилитацию исхода. На основании расчетов и сопоставлений предполагается, что в восстановительном периоде 30% нуждаются в уходе, 20% в медицинском сопровождении в домашних условиях. Ранняя легочная реабилитация при пневмонии, опыт работы отделения интенсивной терапии, Китай. Очень серьезная публикация, тоже обращаю ваше внимание на нее. Какие группы пациентов они выделяют, разделяя по степени ограничения жизнедеятельности. Что на самом деле мы видим? У пациентов имеется преморбидная инвалидизация, ухудшение и декомпенсация старой патологии происходит на фоне COVID-19, на фоне госпитализации, в том числе с учетом гиподинамии, сенсорной информационной депривации. И инвалидизация связана непосредственно с действием COVID-19. Мы должны предположить, что после COVID-19 у пациента может развиться персистирующая дисфункция почти любой системы. Следовательно, могут быть любые симптомы и синдромы. Это похоже на ситуацию с многими другими инвалидизирующими состояниями, включая травму, системную красную волчанку, диабет, менингококковую, системную инфекцию. Это вот рассуждение профессора Вейда, на которое нужно, безусловно, обратить внимание. И решение проблемы реабилитации видится в мультидисциплинарной реабилитации с готовностью решать проблемы в различных сферах здоровья пациента. Легочные, кардиологические, нейромышечные, когнитивные, эмоциональные, поведенческие, связанные с родственниками и так далее. В состав команды следует включать врача-реабилитолога, логопеда, медицинского психолога, эрготерапевта, физического терапевта, реабилитационную медицинскую сестру. Важным является проведение реабилитационной диагностики, постановки целей реабилитации, достижения поставленной цели реабилитации к концу курса реабилитации. Таким образом, я, собственно, повторяю то, о чем только что говорила Галина Евгеньевна. Ну и уже практически завершая, в нашей стране были предприняты очень серьезные усилия для того, чтобы сформулировать основные позиции по реабилитации пациентов с COVID-19. И в седьмой версии временных рекомендаций, которые выпускает Минздрав лечения и выявления профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, уже появился в седьмой версии раздел по реабилитации. Обратите, пожалуйста, внимание, там есть очень важные моменты, на которых я в силу краткости сообщения не могу останавливаться. Но есть еще временные методические рекомендации Союза реабилитологов России. Они имеются на сайте Союза реабилитологов. Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции. 108 страниц текста с приложениями, со ссылками литературными, очень подробно и очень конкретно расписано все, в том числе красные флажки. При каких ситуациях нужно приостановить реабилитацию, каким пациентам и когда и где ее осуществлять. Обратите внимание, пожалуйста, и воспользуйтесь вот теми методическими рекомендациями, которые разработала наша большая команда экспертов. И обратите внимание на то, что эти рекомендации временные, мы их будем обновлять, мы над этим постоянно работаем. И если у вас есть предложения по реабилитации, которые бы вы хотели внести в эти временные рекомендации, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием рассмотрим любые предложения. Если будут касаться какие-то моменты работы, связанные с онкологическими пациентами, мы их тоже обязательно внесем. Итак, стратегия реабилитации должна учитывать не только изменения, вызванные болезнью, но также должна быть в состоянии обеспечить реабилитацию людям с высоким бременем существовавших ранее проблем. Интегрированные системы реабилитации будут, безусловно, более эффективными. Необходимы дальнейшие исследования, и мы отлично с вами это понимаем, с ключевыми областями исследований. Исследования должны учитывать сложную, многопрофильную, многоуровневую суть высококачественной реабилитации. Ну и в заключении, ковид изменил нашу жизнь. Мы теперь живем и работаем совсем по-другому, и, скорее всего, изменил навсегда. Да, служба реабилитации должна адаптироваться к миру живущему с ковид. По мере того, как страны выходят из первой волны пандемии, ковид-межотрасливая, многопрофильная работа по реабилитации будет продолжаться все масштабнее, чтобы удовлетворить потребности в реабилитации, вызванные пандемией. Я благодарю вас за внимание.